Внимание! Данное видео транслируется без мата, но не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 16 лет. Камуфляж имеет и вот такую вот коробочку. Так, заходим в реплеи. Избранные. Здесь я играл один. Против нас Е50, Е75, Стандарт-Б, Объект 704, АМХ 1390, ИС-6, Легенда и ИСУ-152. На нашей же стороне Камвэй, Е50, Объект 84, ЯСУ-122-54, Т49, ИС-6, Легенда и опять-таки ИСУ-150. Ну давай, здесь я непосредственно вот этот уголочек занял и обстреливал, обстреливал танки. Успел здесь вот попасть. В некоторый момент, конечно, немножко тупило вот здесь, например, вот в этом моменте. Я прям не мог сосредоточиться, понять, где мне лучше стрелять. Ну в конечном итоге они вон обстреливают непонятно куда. Непонятно куда идут патроны. Посматриваю на соседний наш фланг. В соседнем фланге все, конечно, не очень хорошо, но пойдет. Конечно, Е50 что-то там пытается делать и стандарт Б, но у них что-то не особо выходит. Хотя нет, нет, они там тихонько пробивают. Вот так вот я забираю стандарт Б. Долго-долго перезарядка. Ну, она не такая долгая, она очень быстрая, но... Как есть. Так. Все выжидаю. Здесь очень приходилось долго выжидать. Было очень неприятно. На соседнем фланге у нас уже кого-то мы забили. Объект 84 уничтожен. Мне прилетело. Причем прилетело как раз, походу, дело от Е50, я так понял. Потому что она видеть меня не видела. Кто там... Но выстрелить решила все-таки. Сломало мне орудие. Почему-то я себя не чиню, вообще не понимаю почему, но... Видно просто выжидаю. Так. У нас уже троих нету. У нас уже Е50, Объект 84 и СУ-152 уничтожили. Соседний фланг у нас там потихоньку уничтожается. Там один на... Не уже не один на один. Там двое тяжи против нашего тяжи. Все, тяжи у нас нету. Нашего тяжик уничтожили. И эти, естественно, пока идут на перекос. Они меня не видят, потому что я не засвечен. Я все еще со сломанной пушкой пробиваю ЕСУ. Тут решил все-таки подчиниться в какой-то момент. А если подчинился бы раньше, то, наверное, чаще бы попадал. Так. Вот ей ТСУ. Наши Т49. Т49 ее забивает. Отлично. Так. Вот я встречаю Е75. Он меня не пробивает. Я понимаю, что у него перезарядка не настолько быстрая, как моя. Уничтожаю. Разворачиваюсь. И здесь выходит на нас ИС-6 легенда. ИС-6 легенда. Я остался вообще один. АМХ. 1390. Я понимаю, что нужно его забирать. Иначе мне они вдвоем не дадут покоя. Я выгрызаю. Отъезжаю. Максимально отъезжаю. За разбитый. АМХ. Вот. И обстреливаю ИС. ИС не пробивает меня. Попадает мне, видимо, в маску. И вот здесь вот он у меня закрыл. Просто вот закрыл. Здесь я ничего не мог сделать. Я нажимал назад. У меня танк не ехал назад. И вот где-то, 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 где-то вот здесь. Вот здесь вот я начал выжимать назад. Потихонечку вот я выстрелил один раз, пробил. И я понимаю, что у меня перезарядка быстрее, чем у ИС-6. И я просто добиваю. Добиваю этот танк. Набиваю при этом 3 781 урона. Но это не самое важное. Мастера мне не дали. Мне дали только вторую категорию. Самое важное здесь танкист. Танкист-снайпер. Это первый мой единственный пока такой значок. Это нанести наибольшее количество урона за бой с дистанцией не менее 250 метров. Но при этом произвести не менее 8 выстрелов. Не менее 80% должны быть попадания с нанесением урона. Учитывается урон танками противника и повреждения модулей. Общая точность стрельбы за бой должна быть не менее 85%. Нанесенный урон должен превышать количество очков прочности танка игрока и быть не менее 1000 единиц. При равном количестве нанесенного урона награждается игрок, получивший наибольшее количество очков опыта за бой. И выдается только одна награда за бой. То есть всего одна награда может даст. И естественно мы получаем Колобанова, потому что мы победили в одиночку. Три танка остались. Нам просто повезло. Вот и воин. То что уничтожит наибольшее количество танков. Мы уничтожили 4 танка вроде бы. Да, 4 танка уничтожили. 3 700 урона. 1200 заблокировали. Так. Даже вон воин у меня прокачался. Вот столько нам дали денег с учетом, что у меня премиум. Вот. Ну и естественно там опыта было 12 тысяч. Это я x5. Мне повезло. Единственный раз, когда мне повезло на x5. Кстати. Нет, нет, нет. Я хотел сначала сказать, что денег мне столько дали тоже за x5. Но нет, за x5 там только опыт. Вот. А опыт у меня 1072. Вот что нужно еще сделать, чтобы получить здесь мастера. Хотя бы первую категорию. То есть на СУ-122-54 очень высокая планка, видимо, сейчас. Вот. А может просто так повезло. Фиг знает. А на этом все. Тогда всем спасибо за просмотр. Всем хорошего дня. Хорошего настроения. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк, если вам понравилось видео. Подписывайтесь на Boosty, на Discord канал, на группу ВКонтакте с Тасянчик ТВ. Всем хорошего дня. Всем удачи. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok